всем доброе утро у нас сегодня выселение с этого отеля мы позавтракали сейчас еще посмотрим что у нас подписках и будем собирать вещи то не уже у чемодана сейчас самая любимая часть наших путешествий это сборы чемоданов каждые два-три дня потому что ты за эти два дня успеваешь раскидать свои вещи абсолютно по всей площади этого места где ты проживаешь и потом это все опять собирать некоторые люди так любят собирать чемоданы я их не могу понять извините я терпеть не могу собирать чемоданы а мы это делаем каждые три дня и кстати сегодня мы отправляемся просто в уникальное место нам чудом удалось его забронировать потому что на самом деле на букинге его нет я это место случайно увидел когда находился на вершине горы бабадак потому что именно с той вершины я его увидел то есть возле этой горы стоит еще одна скала чуть пониже и на этой скале есть вот такая поляна ровная а вокруг сплошная пропасть и на самой верхушке есть поляна плато такое с леском и там находится кемп там типа такой мини отель для тех кто занимается йогой вот это все и туда сложно добраться google карта даже не показывает что туда можно доехать тропинок как бы нет но мы-то знаем что туда можно доехать просто google карта тебя туда не приведет а искал на букинге на букинге никакой информации и таня вот буквально два дня назад случайно нашла что там сдается в этом кемпе домик и на airbnb мы забронили домик правда нам никто не ответил до сих пор видимо там в интернет не часто заходят люди но деньги у нас уже снялись поэтому в любом случае туда поедем надеюсь такси знает где это место находится потому что турки обычно знают все названия отелей в округе я сразу подумал блин какая классная скала какое уединенное место какое красивое там место я уверен что там невероятные виды открываются так как этот кемп находится на высоте тысячи чем-то метров там будет прохладней там не будет жары потому что здесь там 33 градуса где-то 32 днем иногда 35 а там будет где-то 22 23 25 градусов а у меня в чемодане еще один чемодан я сначала складываю вещи маленький чемодан потом кладу его большой чемодан и все место которое остается по краям заполняя еще дополнительно вещать что это у нас в номере это скалопендра идем отсюда сашина любимое занятие таскать одному чемоданы хотя есть был бой хорошо когда чемоданчик утрамбовался идеально чемоданы весят по 20 килограмм этот маленький тяжелее чем я просто переложила туда вещи люди в такую жару пошли на пляж самый солнцепет они да не по той тропе идут что пошли саш давай компьютер сюда вот так а как я буду тянуть и снимать вот так у меня сейчас сумка на как удобно как всегда почему мы сами должны это делать меня это бесит напишите в комментариях когда ты платишь за полный комплекс услуг есть такая услуга как чувак который помогает таскать чемоданы нормально ли тащить их самому или лучше воспользоваться услугой как вы считаете нам бы помогли просто мне лень идти кого-то звать на помощь ну что ж вызвали мы такси наши чемоданы схватили уже загружает и водитель сказал нам что нам очень плохо дорога кстати наш лагерь наше жилье находится вот здесь на вот этой скале на верхушке я не знаю как он туда доедет дальше начинается такая вот песчаная дорога опасно сейчас свернули на очень опасную песчаную дорогу по ней ехать быстро не получится и тут сплошной серпантин мы проезжали очень красивые места такое чувство что сейчас динозавр откуда-то вылезет потому что тут не тронутая дикая природа такие скалы красивые это конечно не может не радовать мы все время едем просто в сантиметре от обрыва и уже чувствуется что здесь прохладе как бы вот такая вот дорога каменисты хотя плохими дорогами украинца не напугать последние пять километров тянутся очень долго но тем не менее здесь везде есть дороги и это круто что можно доехать где-то я видел раньше люди сюда ходили пешком мы уже выше приехали здесь вокруг сплошной кедровый лес это очень красиво мы подъехали под ворота этого кемпа мужик пошел звонить в кнопочку так просто на территорию не заедешь но мы ждем пока нам откроет ворота они особо не торопятся также как мне не отвечают на моё бронирование там по ходу чуваки просто занимаются йогой и у них нет интернета наверно все на расслабоне там и здесь значительно прохладнее и очень приятно кстати машина водителя вся в красной пыли вот это все кедры да ну шишки тебе шишки только шишек таня пошла искать шишки труси шишку там будут орешки откройте ворота наконец-то приехал чувачок которого зовут чаки вот это чаки да надо ехать за чаки он должен показать где наш домик а а и 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 я люблю в душе по два часа я поняла очень приятное место парниша очень смешной рассказывал что он был вроде бы 11 месяцев или 9 месяцев в одессе рассказывать и там нормально девушек кстати на удивление он сказал что у нас еще и включены завтраки и ужины это вообще и вот перед нами ребята вершина горы баба так вот этот флаг и смотровая площадка где я стоял именно с этой точки я увидел это место и начал его гуглить отдали нам ключи персонал конечно тут очень забавный они очень долго что-то там заполняли на компьютере потому что у них нет то ли интернета чаки сказал что в номере должен быть вай-фай но походу у них такой вай-фай то они даже мою резервацию не могли найти здесь позади меня витамин бар девушка там работает тут есть деревянные домики а также каменные домики их не очень много смотрите есть даже бассейн на удивление персонал никуда не торопится все-таки довольно медлительные но очень милые все рассказали сказали что тут есть по вечерам активности там жгут костры песни йога и вот наш домик выполнен из камня специально выбирал каменный домик потому что мне показалось что в деревянном будет жарко а тут в основном деревянные тебе что деревянные нравится больше чаки офигел когда увидел сколько у нас чемоданов так заходим как на картинке вот такой каменный домик ну кстати не жарко самое главное что здесь вообще не жарко но сейчас самый солнцепек должен быть на самом деле час дня и на улице хорошо вот такая вот комната с двумя кроватями и печка смотри стоит посредине зимой здесь конечно холодно тут и снег выпадает зимой вот с этой стороны большие окна какая здесь туалет и душ я танину сумку держу никак отпустить не могу на света тут тоже что-то не сильно это уже включился света просто он тут такой тусклый что как будто его нет тут экономия на всем нас на воде на свете это solar контроля это солнечные батареи вид из наших окон прямиком на гору бабада здесь еще сразу бассейн то есть у нас бассейн в десяти метрах сразу же от нашей террасы ну это терраса можно было выбрать любой из этих домиков но мне кажется мы выбрали самый удачный вариант девушка симпатичная разделась на мебели тут тоже немножко экономит вот такие вот стульчики ну ничего тут конечно круто мне нравится очень круто что здесь лес по которому можно гулять там тропинки и скалы огромные обрывы и смотровые площадки ну как тебе первое впечатление до ветерок не жарко пойдем лес гулять вот можно занять шезлон людей немного друзья еще мы только что обнаружили точнее не обнаружили в этом доме ни одной розетки потому что это как бы экодом здесь все работает на солнечных панелях и тут сплошная экономия все что у нас есть это вот эти два и избил хода мне можно зарядить только телефон и все то есть компьютеры я нигде здесь не заряжу и кстати я только что попытался смыть унитаз и там воды не оказалось в бачке пусто но это интересный опыт будет смотрите друзья я так подозреваю вот здесь должна была быть в проекте розетка нет вышли мы на улицу сейчас покажем вам территорию этого места есть такой вот круглый бассейн я так и не нашел кода 2 фая поэтому придется идти спрашивать его с интернетом тут явные проблемы одна палочка ловит можно у девушки спросить год что там еще а это что для детей горка такая деревянная да я сначала подумал что для собак вот петушки люблю петушков застыли в одной позе вечерком я думаю здесь очень приятно потому что прямо сейчас солнце пек вот такая вот лаунж зона тут возле витамин баров можно разместиться в холодке гамаки есть и тут играет такой именно гоа транс у тебя песню это есть ты знаешь солнечные панели огромные смотрите здесь огород с этого огорода все пойдет нам на ужин и завтрак она поиграть в дартс я люблю кстати эту игру метка 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 судьба стреляет редко редко я кстати таню предупредил о том что мы находимся на высоте в горах и поэтому здесь ультрафиолет действует на кожу очень и очень сильно потому что когда я был на вершине горы я сгорел буквально за пару минут и ты даже не ощущает жары потому что здесь прохладно что здесь а это этот я понял не нашел слов чтобы объяснить арт-пространство там можно глэчик разрисовать площадка для мини-футбола чаки рассказывал что здесь по вечерам открытый огонь все собираются у костра поют песни здесь завтраки и ужины здесь еще домики а вот здесь есть калитки куда можно выйти и там будут тропинки в лес и на различные смотровые площадки также здесь можно арендовать палатку для тех кто любит именно такой образ отдыха надо было сразу переобуться то что пошли переобуться тогда ходим у них просто здесь есть нереальной красоты смотровая площадка если мне хочется одному идти так если тебе не хочется идти а не беси вышла в итоге не обувшись не одевшись ничего ну скажу значит один на эту площадку тут же он все нормально все было уходить лес здесь также облагорожен есть пространство для кемпингов там бьет какой-то ручей турники куда здесь бьет вода а говорили воды не хватает мы здесь приятная парковая зона столы вау как тут красиво укромные уголки какой же красивый тут лес все так облагородили и вот здесь тропинка я вижу ведет на площадку смотровую по вечерам на этой площадке также проводятся различные занятия по йоге и утром ого вот это вид ни хрена себе ого вот это панорама и здесь вот такой вот бар я не передам как это все выглядит и с этой же площадке открывается прямой вид на закат жаль что таня побежала в номер так и не дошла сюда разве не идеальное место для заката на этом гамаке а закат прям вот здесь как же круто что они сделали очень много смотровых площадок чтобы все могли найти себе место и уединиться и вокруг нашего так сказать лагеря огромнейший лес со скалами и везде есть вот такие вот удобные лесные тропинки по ним ходить не составляет никакого труда они все облагорожены везде смотровые площадки гамаки ты шага не сделал для нас здесь и при чем у него специальные такие штуки были по бокам которые держались за канат понял это специальное колесо было зачем ты туда лезешь зачем ты лезешь туда а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Отличное пиво, кстати, в ожидании заката, потому что когда есть тучи, то закат должен быть невероятной красоты. Друзья, как я и говорил вам, что сегодня закат будет просто нереальным. Посмотрите на это. Это что-то невообразимое просто. Ого, вот это красота. Офигеет просто. Такой вид только из самолета я видела. Мы с Таней забронировали вот такое вот местечко. Залози. Но мне там больше видно. Чего? Тут офигенно. Там на уровне облаков. Это место, кстати, для палатки. Да, конечно. Офигенно красиво. Ты, наверное, не ожидала даже, что так будет красиво. Я не ожидала. Лучше, чем даже тогда. А Таня не верила, кстати, что здесь такое может быть. В смысле не верила? Я тебе говорил, но ты говорила только зимой. В смысле не верила? В смысле не верила? В смысле не верила? В смысле не верила? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok